Канобу.ру представляет Совершенно неожиданно, лондонское отделение Square Enix анонсировало новую игру Sleeping Dogs. По сути, это переработанная версия, отмененной весной прошлого года True Crime Гонконг, крайней неудачной фантазии на тему GTA. Издательство решило дать игре второй шанс, сменило название и визуальный стиль, но не тронуло концепцию. Это все тот же боевик с открытым миром, возможностью кататься на машинах, вступать в перестрелки с членами триады и устраивать дебош на улицах Гонконга. Создатели особенно хвалят детальную проработку города и изобретательную боевую систему с, цитирую, эффектными добиваниями. Выход игры намечен на август текущего года. Обратная совместимость одна из важнейших вещей для любой новой приставки. Тем не менее, PS Vita, выходящая на западе уже 22 февраля, не будет иметь совместимости с играми своей предшественницы PSP. Точнее, только с теми играми, которые были куплены на диске формата UMD. Японская версия консоли позволяла зарегистрировать в цифровом магазине свою UMD-копию, заплатить небольшую пошлину и закачать ее уже на авиту, а европейские игроки такой возможности лишаются. Но не все так плохо. Если вы приобрели сразу цифровую версию игры в PlayStation Store, то ее можно будет загрузить на Виту без каких-либо активаций или затрат. Как вы помните, во вторник вышел инструментарий по созданию модов для Skyrim. Мы бы не стали добавлять в выпуск новость про очередную 100-тысячную модификацию, если бы автором одной из них не была сама Valve. Ее проект под названием Fall of the Space Core добавляет в суровый мир Skyrim'а персонажа космическую сферу из Portal 2. Никакой практической ценности сфера не несет. Она просто валяется в инвентаре и разговаривает голосом Нолана Норта, актера, который озвучивал голоса Турелли и компьютерных систем в Portal 2. Тем не менее, такой приятельский жест со стороны Valve заслуживает внимание. Всего два года назад в продажу поступило продолжение уже ставшей культовой видеоигры Bioshock. В отличие от первой части, здесь главным героем был не кто-то, а сам большой папочка, причем особенно редкой дельта-версии. Как можно было догадаться, в костюме такой толщины и с дрелью таких размеров игрок переставал чего-то бояться и раскидывал безумных обитателей Rapture направо и налево. А еще там был сумбурный сетевой режим. Тем не менее, игра не утратила главного качества сериала, поразительно глубокого подтекста, поднимающего ее над другими представителями жанра. Среди записей пользователей самыми интересными за прошедшие сутки нам показались следующие. El Godzilla подводит итоги конкурса за лучший пост недели. Бенья составил дайджест файтингов 2012 года. Ярослав Сингаевский рассказал про настольную игру Pandemic. Вчера вы могли увидеть интервью с дизайнером необычной игры Spec Ops The Line. Сегодня же вас ждет интервью со сценаристом, который расскажет, насколько много он позаимствовал из книги Джозефа Коннорда «Сердце тьмы». Интересным делился Александр Глагорин. До понедельника. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров Н.Александрова Субтитры создавал DimaTorzok